В наших новостях был репортаж о мероприятиях в рамках проекта «Эколинейка», которые проходили в Центре дополнительного образования Славенска-на-Кубани. И вот состоялся слёт молодых педагогов и учащейся молодёжи в районе озера Селигер в Тверской области, куда были приглашены представители целого ряда российских регионов, в том числе телегации Краснодарского края. На острове, расположенном на озере Селигер в Тверской области, собрались действительно увлечённые люди. Всего 70 человек из 8 российских регионов. Цели слёта – формирование площадки обмена опытом, лучшими практиками, а также привлечение и закрепление молодёжи в педагогических профессиях сферы дополнительного образования. Из семи представителей нашего края там были четверо славянцев, в том числе и заместитель директора Центра дополнительного образования Славенска-на-Кубани Светлана Лукьяненко. Была интереснейшая программа, проходили квизы, обучающие семинары, конкурсные мероприятия, посещали озеро, брали пробы воды, изучали флору, фауну данной местности. Также были вечерние мероприятия, катание на рафтах по озеру, также песни, танцы во время вечеринки Туси на Руси. Был произведён книга «Обмен», во время которого участники могли поделиться своими впечатлениями о слёте, подарить друг другу любимые свои книги. Также были представления команд, которые вызвали восторг у всех. Участники и гости слёта, молодых педагогов и учащейся молодёжи, провели акцию по закладке «Аллеи дружбы молодёжи России». 70 саженцев, можжевельника и гортензии украсили ботанический сад молодёжного центра духовно-патриотического воспитания при Богородицком жительном женском монастыре. Один из главных итогов слёта – появление межрегионального сообщества молодых специалистов и учащейся молодёжи. Создан портфель практик по привлечению молодых кадров в систему дополнительного образования. Будет сделано многое, чтобы этот нужный проект действовал по всей России. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».